Котировка доллара приостановила восходящее движение. Инвесторы учитывают высокую вероятность политического кризиса в США, а также продолжающийся рост числа заболевших коронавирусом. Так, график индекса USDX, отображающий положение доллара США по отношению к корзине из шести основных мировых валют, начал новую неделю в боковике в диапазоне 93.30–93.60. Еще в пятницу мы наблюдали, как доллар активно отыгрывал потери благодаря позитиву в отчетах с американского рынка труда. Трейдеры учли рост средней заработной платы и трудоустройства большего, чем прогнозировалось числа американцев. Однако уже сегодня оптимизм иссяк. Участники рынков встревожены поведением Дональда Трампа, который в эти выходные в обход решений Конгресса подписал четыре указа об оказании финансовой помощи пострадавшим от пандемии. Напомним, что в Конгрессе несколько недель подряд шли баталии между республиканцами и демократами, которые никак не могли прийти к компромиссу в согласовании законопроекта объемом в 1 трлн долларов. На этом фоне действия Трампа не только сомнительны с юридической точки зрения, но и способны существенно обострить конфликт. Тем не менее, сохраняется и довольно пессимистичный настрой среди экспертов, которые уверены, что трлн долларов недостаточно для восстановления пострадавшей от пандемии американской экономики. Как мы видим на графике доллар и иена, трейдеры также не проявляют желание покупать доллар. Пятничные новости с рынка труда США помогли графику оттолкнуться от уровня поддержки на отметке 105.40, но развития ралли доллара так и не происходит. Котировка застопорилась у отметки 106.00. Эксперты технического анализа видят потенциал для возобновления роста лишь после закрепления выше отметки 106.06. Спуск под отметку 105.50 станет причиной для формирования нисходящего движения. С фундаментальной точки зрения ожидается снижение аппетита к риску. Впервые за последние пять месяцев в Китае отмечен рост потребительских цен. За июль цены поднялись на 0,6%, а в годовом выражении темп роста ускорился до 2,7%, что лучше прогноза и обнадеживает на восстановление одной из крупнейших экономик мира. Тем не менее барометр рисковых настроений в Азиатско-Тихоокеанском регионе австралийский доллар удерживается под давлением окрепшего в пятницу доллара США. Эксперты технического анализа отметили формирование довольно редкого паттерна – четырехкратную дивергенцию цены с осциллятором Marlin. Это предполагает нисходящую коррекцию к уровню 0,6370. Но прежде мы ждем снижения к уровню 0,7070. На этом у нас пока все. Мы желаем вам профитных сделок и ждем вас на нашем канале с новыми видео уже через пару часов. До встречи!